МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в новом формате. Фото своего прадеда, гвардии старшины Николая Григорьевича Коприянова, росгвардеец прикрепил на свой служебный автомобиль. На маршрут патрулирования вместе со своим прадедом, гвардии-ефрейтором Михаилом Дмитриевичем Громовым вышел и сотрудник росгвардии майор полиции Иван Сеткин. Я горжусь, выжил в сложных ситуациях. Вернулся домой, воспитал трех дочерей. Эту фотографию моего прадеда, Громов Михаил Дмитриевича. Служил он в 16-й гвардейской габбищно-артиллерийском полку. Залучил в 45-м году медаль за отвагу. Акция «Бессмертный автополк» проходит во всех регионах страны и является альтернативной традиционному шествию с портретами фронтовиков. Присоединиться к акции «Бессмертный автополк» может каждый, прикрепив портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на заднем или боковом стекле автомашины. С портретами своих героев росгвардейцы будут выезжать на патрулирование до 10 мая. В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступающее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране. В следственном управлении существуют различные каналы связи. Можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.